Добрый день, дорогие любители велоспорта! Новое отключение, посвященное велоспорту, соответственно. От меня. Видео в таком формате еще не было. Надеюсь, вас устраивает звук, потому что куплен новый микрофон. Надеюсь, он действует и работает замечательно. Это видео посвящено событию, которое произошло совсем недавно. В этом видео я хочу поделиться своими переживаниями. И также хочу рассказать о том, что произошло. Надеюсь, вам это будет интересно. Потому что это видео, это подход, вот мой подход, вернее, мое отношение к тому, что произошло, мои выводы, мои переживания. Итак, 3 сентября 2016 года, если кто-то будет смотреть в будущем это видео, в Нижнем Новгороде прошел апхил на Окском съезде. То есть, это были раздельные старты, тайм-трейл, горку, в которых принимали участие велосипедисты из нашего города и, скажем так, велосипедисты поменьше из других городов. Что из себя представляет Окский съезд? Я уже на нем был, есть видео, где я снимал вот это место. Окский съезд это примерно километра 300 метров, длиной, перепад высоты 68 метров, градиент 5 градусов. Но этот градиент не постоянный, этот градиент, он переменный, то есть, есть выполаживания, а есть более крутые секции, которые не дают тебе скучать. То есть, включил одну скорость, и идешь на ней, то есть, тебе надо еще думать, куда же переключиться и когда переключиться. Потому что, сами знаете, если работаешь, если система нагружена, переключаться не рекомендуется. Я не ездил по этой стороне, по которой происходили гонки. Все дело в том, что мы все думали, что это будет на другой стороне. Там как бы дорога разделена на две части, на встречные и встречные полосы движения разделены между собой таким довольно большим расстоянием, по которым уходят еще трамваи. На видео это будет видно. И поэтому вся моя подготовка ссылалась к тому, что я в качестве разминки спустился и поднялся туда-сюда. Понял, что там подъем другой, что он длиннее, не такой крутой. В начале зато дальше, как бы... В общем, он отличается от того, почему я более-менее был подготовлен. Так как я не был подготовлен, поэтому никакой стратегии не было, проехался, понял, что буду ехать, ну, как получится, в общем, на все деньги. Главное, что называется, не тормозить и постоянно смотреть на, скажем так, на свои ощущения. Погода нас подвела, в хорошем смысле этого слова. То есть все думали, что будет пасмурно и будет прохладно. Но нет, как это так часто бывает, небо разошлось, погода стала внезапно лучше, а мы все одеты, довольно тепло. Скорее всего, в наши показатели это тоже внесло какой-то отрицательный результат. Ну, не знаю, посмотрим, насколько это повлияло. Я думаю, уже не сильно, ну, просто психологически было не очень комфортно. Значит, организация была на уровне, скорее, какого-то городского клуба велосипедистов. Ну, по сути, она такой и была. Значит, камерная, я бы ее так назвал, то есть все друг друга знали. Все получали номера, были расписаны по группам. Я чуть-чуть не попал в группу ветеранов, вот так вот, то есть я уже ветеран, ветераном могу считаться. Написал так называемое замечание, ну, то есть это такое, типа, заявление о том, что я снимаю ответственность с организации, если со мной что-то произойдет по медицинским показателям. Ну, в любом случае, медицинская карета там дежурила, и если что, я думаю, помощь квалифицированную мне смогли оказать. Первыми ехали дети, это были те самые маленькие велосипедисты из других городов, в частности, вот из Арзамаса была довольно большая группа. Ездили на великах, на хороших велосипедах, на спонсорских велосипедах, они все были там в надписях и так далее. Это так, не шухры-мух, это бьянки. Группы были у них, ну, не самые продвинутые, конечно же, это, скорее всего, ссора, что-то, но детям больше не надо. Я так посмотрел, во всех детских клубах ездят на чем-то подобном, то есть никто не ездит на микро-пинорелло. Были и на МТБ, но это скорее было так, знаете, лишь бы поучаствовать, потому что трасса там была явно не МТБшная. Также обращал на себя внимание, что и взрослых МТБшников тоже не было, вот, хотя ограничений по шоссейному, по типу велосипедов не было. Скорее всего, те, кто шрут на форуме, не очень хорошо ездят, реально. Ну да ладно. Вот. Что? Ну, дети стартовали организованно, а вот когда дело дошло до нас, ну, тут уже наша раздолбайская сущность, ну, скажем так, взяла верх. И были и отставшие, и были и какие-то непонятные, и не путаница в фамилиях, ну, в общем, не важно. Как на любых таких, подобного рода гонках, всегда такие накладки происходят, как бы, я думаю, это не открытие, не ГКО, и это, более того, это, наверное, норма, да, то, что называется. Значит, кто с нами стартовал? Состав был очень разный, как я уже говорил, были ветераны, были люди среднего возраста, скажем так, тип меня, были ребята молодые, вот, скажем, состав по квалификации был, было, были продвинутые любители, были профессионалы, ну, даже в прошлом, но все равно профессионалы, попробуйте с ними поедет, как-нибудь поймите, о чем я. Вот. Были люди, которые, титулы которых нас удивили в конце, вот, ну, и об этом немножко позже. Много разговоров, вот, видео с детьми, наверное, уже прошло, вот. Вот, а свое собственное видео я скажу после следующего выступления. Когда дошла моя очередь, когда объявили мою фамилию, знаете, такое ощущение, будто бы чувства просто взяли и выключились. То есть ты перестал, я, ну, ты, я перестал ощущать, что бы то ни было. То есть просто ты выключился, знаете, и такое ощущение, будто ты смотришь в пустой комнате, темный телевизор, ну, с изображением. Это было такие самые ощущения. Когда прозвучало вот это три перед тобой, я даже, честно говоря, по-моему, даже слышать перестал. Включился и погнал. Ну, дальше были чистые боли, страдания. В общем, ехал я на, по-серьезному, то есть я выкладывался. На своем гармине я выставил спортивный режим и поставил всего два показателя. Скорость, мощность и каденс. Я думаю, мощность я поставил зря, потому что я так смотрю туда, а там 450, 460. В общем, я хочу сказать, что работал я по-серьезному. И психологически было очень трудно. Тебе больно, ты реально страдаешь. Сердце сейчас выпрыгнет у тебя из горла, что называется. И ты понимаешь, что надо вот тут вот, вот прямо сейчас переключиться ниже, встать и пройти вот эту коротенькую стеночку с нагрузкой, с усилием. И ты должен ехать дальше и дальше, не избавлять, не жалеть себя. Ну, в общем, видео, я думаю, скажет со мной за себя. Вот, посмотрите, как это было. Кузнецов, Шуршаков. Тридцать секунд до старта. Выстегнулись. Передачу подготовлены. Двадцать секунд до старта. Десять секунд до старта. Пять, четыре, три, две, одна, марш! Заходите. Двадцать секунд до старuta. Было это страшно. Потерина. Двадцать секунд до старта. Кузнецов. Последний секунд до зависения. Двадцать секунд до хозяин, Пр ungено, Да, долина? До routупо. До Aditi ê length. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok грибного канала вот и я там показал неплохие время а на самом деле после тайм-трейла тебе должно хотеться только две вещи это поблевать и сдохнуть вот только так это значит если у меня потом еще на что-то был способен это значит я выложился не полностью это значит я себя пожалел это плохо что делать но в принципе это после каждых соревнований что делать надо худеть вот и тренироваться дальше как я себя чувствую нормально себя в принципе чувствую я не поехал на критерию который должен вот сегодня происходить сегодня четвертого сейчас снимается все 4 сентября на критерии у меня не поехал потому что ну что там ездит по равнине там в группе наверное это не очень вы не знаю мне что-то казалось куда и плюс не хочется куда-либо ехать буду я участвовать да буду участвовать буду ли тренироваться я сделал все чтобы у меня были возможности потренироваться все остальное зависит исключительно от меня из-за моей мотивации прочее на вот даже если я с собой нет не горжусь потому что я мог поехать лучше ощущается ли какой-то прогресс безусловно ощущается абсолютно хороший ли это вид спорта это чудесный вид спорта вот так что ребята вот такие вот ощущения мои реально гонки реально соревнования причем сложные соревнования потому что ты не против человека и борешься а ты против времени воюешь против самого себя это очень сложно очень сложно поэтому доволен ли я доволен вот доволен своими результатами и да и нет желаю ли я всем вам почувствовать то же самое да потому что гоночные километры ни с какими другими километрами не сравняться вот на этом все я надеюсь это видео было для вас интересно я надеюсь вы улыбались как мы слышим мое пахнение когда я кручу педали в эту горку вот надеюсь что вам понравилось то что вы видели лайки не ставьте лайки вот любом случае благодарю за просмотр катайтесь на здоровье у нас антон